Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи покажем и расскажем, как приготовить густое варенье из вишни с косточкой. Рецепт вишневого варенья с косточкой с добавлением пектина. Чтобы варенье получилось густым, обычно добавляю загустители. Мы используем пектин. Это очень просто и доступно. Это варенье можно готовить как из свежей вишни, так и из замороженной. Это на самом деле очень удобно. Можно перерабатывать урожай не весь сразу, создавая себе запарку, а отложить на некоторое время. Также удобно готовить такое варенье в течение года. Свежее и ароматное оно особенно порадует вас зимой своим ароматом, распространяющимся при варке. Подавайте вишневое варенье к чаю. Состав рецепта рассчитан на 10 порций. Вишня 500 грамм. Сахар 350 грамм. Вода 90 миллилитров. Пектин 10 грамм. Основной этап приготовления. Для приготовления рецепта вишня в варенье с косточкой густое, возьмите свежую или замороженную вишню, а также сахар. У нас свежая вишня, но на пару дней мы ее ложим в морозилку, так как не было времени на готовку. Вишню перебираем, можно даже до конца не размораживать, это абсолютно не влияет на результат. Главное, чтобы ягоды были чистыми. Добавьте к вишне сахар и воду и доведите варенье до кипения, но кипятить не нужно. Добавьте пектин и перемешайте. Снова доведите до кипения и немного, где-то 2-3 минуты прикипятите на очень маленьком огне. Это не даст образовываться обильной пенке. Остудите варенье. Вот такое аппетитное и густое варенье у нас получается. Густое вишневое варенье из вишни с косточкой у нас готово. Обалденное, вкусное лакомство! Попробуйте приготовить густое варенье из вишни с косточкой по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита! ПОДПИШИСЬ!